В этом году 20 наших спортсменов отправляются на международные соревнования «Дети Азии», которые пройдут в июле этого года в Якутске. Уже в пятый раз. Все затраты спортсменов на сборы и дорогу финансируются из средств долгосрочной целевой программы 2012-2015 годов. На что еще рассчитана долгосрочная программа, больше меня знает Беломыцев Геннадий Васильевич. Этой программой предусмотрены средства на поддержку федерации мероприятий по развитию адаптивной физической культуры спорта, то есть работы с инвалидами. В нынешнем году на поддержку федерации из 65 миллионов, которые предусмотрены на 2002 год, 7 миллионов направляется именно на поддержку федерации. Все наши спортивно-массовые оздоровительные мероприятия и мероприятия по развитию материально-технической базы физической культуры спорта ведутся в том числе и за счет средств долгосрочной целевой программы. Эта целевая программа предусматривает строительство стадиона БАМ в Тынде. Здесь будут уложены искусственное поле, футбольные, беговые дорожки. Также в рамках подготовки к проведению финала Спартакиад будут проведены капитальные ремонты стадиона в городе Свободный и в поселке Серышево. Сюда тоже направляются приличные деньги. 9 миллионов 800 тысяч направлено в город Свободный, 8 миллионов направлено в бюджету Серышевского района для подготовки стадиона. Четыре золота из восьми возможных. С такими результатами выступили наши самбисты на всероссийских соревнованиях «Дружба». В Благовещенск, где и проходили состязания, съехались спортсмены из девяти регионов. Наши обогнали всех, став первыми по медалям. Да еще и норматив кандидатов мастера спорта выполнили. О других достижениях амурских спортсменов в нашей постоянной рубрике. Первый спортивный разряд присвоили 35 спортсменам. 12 из них занимаются пауэрлифтингом, 8 – дзюдо. Кстати, двое дзюдоистов подтвердили свое спортивное мастерство во второй раз. Первый спортивный разряд получили семеро легкоатлетов. Перворазрядников среди гимнастов также стало больше – на 4 человека. Разряд присвоили и двум каратистам. По одному перворазряднику появилось в художественной гимнастике и офицерском троеборье. Серебряная победа. С таким результатом вернулся наш кикбоксер. А был он на чемпионате России в городе Соликамске, что в Пермском крае. Соревнования проходили в разделе «Фулл контакт» с лоу-киком. 10 дней 340 спортсменов из 40 регионов нашей страны боролись за победу. Дальний Восток представляли 4 кикбоксера, в том числе и единственный амурский боец Сергей Щербаков. Наш спортсмен провел три боя. Боксировал первый бой с Белгорода парень был, выиграл. Второй бой с Тувинцем боксировал, выиграл тоже. На втором раунде явно выиграл. А вот «Москвичу» проиграл третий бой уже в финале. По итогам чемпионата Сергей Щербаков вошел в российскую сборную. И уже в сентябре этого года в ее составе отправится на первенство мира в Словению. Герой нашего следующего сюжета любит играть в футбол и хоккей. В свое время он даже в составе хоккейной команды «Буревестник» выступал, когда учился в педагогическом университете. Сейчас его деятельность совсем не связана с командными играми. Он тренер по самбо. В гостях у Виктора Курашова побывала наша съемочная группа. Антон Обмаев скоро отцом будет. Арон Галаян. У него скоро второй ребенок будет. Я знаю их жен, детей. О своих воспитанниках Виктор Иванович рассказывать может часами. Вот уже 17 лет он тренирует санвистов. Многие с Виктором Крушовым – самой зари его тренерской деятельности. Общаемся близко, то есть у нас есть своеобразный свой коллектив. Можем побегать в футбол вместе, в баню сходить, попариться вместе. С Виктором Ивановичем часто в теннис гоняем, даже созваниваемся на выходных. Придем в зал, начинаем рубиться по часа по два. Что такое самбо, Виктор Крушов узнал в 22 года от одногруппника. Мастера спорта по этому виду единоборств. Узнал и сразу полюбил. Сейчас под руководством Виктора Ивановича занимается 140 ребят. Возрастом от 7 лет и старше. Знакомить детей с самбо – самая интересная часть работы, признается тренер. Это самая трудная работа, такая кропотливая, где ребенка нужно увлечь, показать простейшие упражнения, научить падать, научить первым приемом. В свое время Виктор Крушов норматив кандидата в мастера спорта выполнил. Больше достижений в самбо, как у спортсмена, у него не было. А вот как тренер Виктор Иванович достиг многого. Самый лучший захват для бокового переворота – это верхний захват. Вот руки, вот руки взял, вот сверху. Виктор Крушов – тренер высшей категории. Вот уже два года он является старшим тренером сборных команд Амурской области по самбо. В свое время ему и звание заслуженного работника физической культуры и спорта присвоили. Есть такое понятие, что не каждый великий спортсмен, я считаю, что если человек мастер спорта – это уже великий спортсмен. И не каждый мастер спорта, не каждый спортсмен, который добивался хороших результатов в спорте, может быть тренером. Своего тренера ребята характеризуют как жесткого, дотошного, но при этом веселого и понимающего учителя. Для своих учеников он как отец. Поехали с ним на соревнования, да, к примеру. Нет такого, что ушел куда-то. Есть тренера, которые там, да, ушел, ну борется и борется. Есть. Виктор Иванович всегда, вот он душой болеет, душой все время там подсказывает, все время что-то делает. Воспитанники Виктора Ивановича – мастера спорта международного класса, победители российских чемпионатов и мировых кубков. Секрет у таких побед один. Просто ребята трудятся, как мы тренеры говорят, пашут ребята, и ты с ними пашешь. Работаем, стараемся, готовимся, равняемся на лучших спортсменов. На этом все. Программа в нашу пользу отправляется на летние каникулы. Впереди вас ждет афиша спортивных событий. Ну а я с вами прощаюсь. Встретимся в сентябре. Физкульт пока. С 31 мая по 3 июня на Благовещенском стадионе «Юность» пройдет первенство Дальневосточного федерального округа среди молодежи по боксу. Начнется сражение в 15 часов. Любителей пляжного волейбола 1 и 2 июня ждут на стадионе «Амур». Соревнования пройдут в рамках комплексной спартакиады Амурской области. Начнется игра в 15 часов. Для тех, кто неравнодушен к скачкам, 30 июня на ипподроме «Амурский» будет чемпионат и первенство Амурской области по конному спорту. Начало в 13 часов.